Почему Россия и Турция принуждают Армению к демаркации границ? Почему Россия после распада СССР не препятствовала объявлению о правоприемстве Армении к Первой Республике, как это сделали Грузия и Азербайджан? После завершения Первой мировой войны потерпевшая поражение Турция и победившие государства, в том числе и Армения, заключили 10 августа 1920 года в пригороде Парижа севремирный договор. По решению Парижской мирной конференции, Турция подлежала разделу на несколько частей между турками, армянами, греками и курдами. Страны Антанты констатировали право армянского народа на историческую родину и согласно Севрскому договору территория Армении должна была составить 160 тысяч квадрат километров. Границы были определены арбитражным судом Вудра Вилсона и Парижской мирной конференцией. Армения провозгласила независимость, получила по Севрскому договору свои исторические территории от Черного моря до Аракса и была признана Лигой нации США. Однако вскоре международная ситуация кардинально изменилась. Европа после войны слабла, а Советская Россия смогла выбраться из гражданской войны во враждебной атмосфере со своими бывшими союзниками и Зонтанты сблизилась с Турцией. Поддержав Турцию материально и снабдив ее оружием, в начале сентября 1920 года Россия дала разрешение Турции начать наступление на Армению и с помощью турецких войск уничтожить новосозданную Республику Армении. В итоге чего, армяне, только что подвергшиеся геноциду, были подвергнуты еще и патриоциду – потеря Родины. Никим еще тогда не признанными политическими новообразованиями Россия и Турции, 16 марта 1921 года был подписан Московский договор, согласно которому Армения была разделена между Турцией, Россией и новосозданным Азербайджаном. А маленький клочок Армении, который удалось отстоять благодаря НЖДЕ, в русско-турецких планах Армении вообще не предусматривалось, назвали советской Арменией. Московский договор нелегален и преступен, так как был подписан двумя непризнанными в то время силами – Лениным и Кемалем в отношении земель третьей страны – Армении, признанной Лигой нации США, в отсутствие представителей Армении при подписании, и в результате насилия над ней. Теперь думаю многим становится понятно, что после провозглашения Первой Республики Армении, Россия, так же как и Турция, должна будет ответить за патриоцид со всеми вытекающими отсюда последствиями и компенсациями. По этой же причине, чтобы легализовать Московский договор, русские с турками принуждают Армению к демаркации, делимитации каких-то непонятных административных границ. Северский договор и арбитраж Вильсона остаются в силе и подлежат исполнению. Диана Барикян, редакция «Вне строк». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова